Что бы вы не решили сделать, обязательно сначала прочитайте то, на что я ссылаюсь. Это очень важно, потому что я мог во время записи видео какой-то важный нюанс не упомянуть, а вы потом наделаете ошибок. Ссылаюсь на литературу, прочитали, разобрались, все поняли, и после этого пробуете. Как делают нормальные люди все, наверное. Я надеюсь, вы нормальные. Пару слов обо мне. Меня зовут Роман. Сколько я себя помню, у меня всегда было плохое зрение. Если не ошибаюсь, мои первые очки мне нацепили, наверное, лет в 10. Ну и с тех пор мое зрение постепенно ухудшалось. Ухудшалось он до тех пор, пока я не познакомился с методикой восстановления зрения по Уильяму Бейтсу. Я смог остановить процесс ухудшения зрения. Полностью зрение пока не восстановил, но я думаю, что те результаты, которые я уже получил, достаточны для того, чтобы начать делиться с вами. Зачем вам ждать, пока я полностью восстановлю свое зрение? Начинайте практиковаться уже сейчас и получите результат. Итак, по пунктам, что я делал для того, чтобы восстановить свое зрение. Первонаперво я нашел литературу по методике Бейтса. Такой литературы достаточно. Порядка 10 книг я прочитал. Просто я поставил себе задачу. Вот у меня есть книжки, я хочу все их прочитать. И до тех пор, пока я все их не прочитаю, я не успокоюсь. Я эту задачу выполню. Поэтому я вам рекомендую, если вы действительно хотите разобраться в вопросе, не просто так услышал из этого видеоролика, посмотрел вот этот видеоролик, кто-то там рассказал какой-то сосед, друг. Это не работает. Работает комплексное погружение в тему. Базовая – это литература. В описании под этим видео я подобрал вам самые лучшие книжки, на мой взгляд, которые максимально полно раскрывают работу наших глаз, как восстановить свое зрение по методике Уильяма Бейтса. Рекомендую. Кстати, если вы в комментариях напишите ваш опыт, что вы делали со своими глазами, какое у вас зрение, и пришлите мне этот скрин вашего комментария в мой телеграм, ссылочка в описании, я вам эту подборочку скину. Предложение действует первые 24 часа после загрузки. Потом ищите книжки сами, просто будет название в описании. Все. Благодарю за понимание. Первый пункт, который я нарыл в этой литературе, чтобы сэкономить ваше время, это убрать очки. Ты можешь сколько угодно практиковаться, делать упражнения, массаж, питаться правильным образом, но до тех пор, пока у тебя на глазах находятся очки, это могила для глаз, которая мешает естественной аккомодации, то есть ваши мышцы не работают, потому что зрение получает костыль, и мышца атрофироваться начинает. До тех пор, пока у вас очки, вы свое зрение восстановите. Поэтому первонаперво нужно уяснить, что если у вас зрение, допустим, минус 3, очки минус 3, все, можете забыть. Вы можете использовать очки меньше сил, допустим, минус полтора, если наступает вечер, и вы, например, не видите какие-то мелкие детали, и вам нужно выполнять какую-то работу. Или, допустим, вы управляете автомобилем в вечернее время суток, что я, кстати, вам не рекомендую делать, когда у вас плохое зрение. Но если вдруг у вас это случается, то в любом случае подбирать очки нужно чуть слабее. Далее, свет. Неочевидная вещь, все, кто практикует метод восстановления зрения по Бейцу, метод Шичко, они упираются вот в этот пальминг, массаж для глаз и прочее, питание говорят, но мало кто говорит про свет. Эту информацию нашел непосредственно в литературе, там этой информации было уделено достаточно много внимания. Хороший способ потерять свое зрение, это вот работа в темных помещениях, где мало свет. Шахтеры, работая в таких условиях, они потом очень плохо видят. И вообще люди, которые работают в постоянной темноте, у них зрение очень быстро садится. Поэтому лучший способ восстановить свое зрение, это сделать обратное. То есть вы максимально пребываете на свежем воздухе, открытом освещении, и ни в коем случае не сидим по домам, когда день. Все. Все. Запомните, если вы решили восстановить свое зрение, отправляйтесь на улицу с утра до вечера, бегайте, играйте, занимайтесь чем-то на свежем воздухе. Свет наше все. Именно свет естественным образом восстанавливает наше зрение. Даже если вы ничего не будете делать, но будете каждый день проводить огромное количество времени на свежем воздухе, на свету, зрение у вас будет улучшаться. Питание, голодание. Об этом уже, наверное, столько всего рассказано. На книжек по лечебному голоданию, вегетарианству, веганству, неедению. Такое количество, что прямо сейчас говорить о пользе этих типов питания, лично я уже просто устал. Если вы первый раз в жизни меня видите, посмотрите просто другие ролики на моем канале. Я постоянно об этом твержу. Так вот, глаза, как часть нашего организма, единой системы, естественно, напрямую завязаны от нашего рациона, нашего питания. Поэтому, корректируя наш рацион на более полезный, мы получаем лучшую работу наших глазок. Поэтому обратите внимание, очень классно работают глаза, восстанавливаются глаза, когда прочищаются все эти микрокапилляры, сосуды, начинается нормальное питание наших глазок на лечебном голодании. Вот просто я заметил, когда я практикую лечебное голодание, практикую упражнения для глаз, массаж, там, свежий воздух и прочие пункты, которые сейчас перечислю, зрение прям круто прогрессирует. Я начинаю видеть лучше, лучше, лучше. Иметь хорошее зрение и потреблять продукты животного происхождения на длительной дистанции, то есть от 50 и более лет, реально сложная задача. То есть при прочих равных условиях, если мы берем двух людей, один питается продуктами животного происхождения, а другой не питается. Вот если они будут все остальное делать точно так же, зрение у того, кто не питается продуктами животного происхождения, будет сильно лучше, чем у того, кто питается. Расслабление. Одна из фраз, которая меня очень сильно зацепила из литературы по восстановлению зрения, когда вы смотрите, не старайтесь увидеть. Как-то странно, да? То есть ты пытаешься видеть вдалеке, но при этом ты не видишь, зрение не позволяет себе, там неправильно работает глаз. Ты напрягаешься и пытаешься увидеть. Так вот рекомендация была следующая. Смотрите не напрягаясь, то есть не стараясь увидеть, расслабьте свое зрение. И я заметил, что когда я смотрю и не напрягаюсь, наоборот расслабляю свои глаза, я вижу лучше, чем когда я их, напрягая, пытаюсь увидеть. Это был для меня сюрприз. Особенно это хорошо работает, когда у тебя не дальнозоркость, а близорукость. То есть ты расслабляешься максимально и реально начинаешь видеть лучше. Подробнее об этом, конечно же, в литературе, которую я вам оставил в описании. Обязательно прочитайте. Только это поможет сделать мощный рывок в восстановлении вашего зрения. Просто посмотреть видео недостаточно. Серьезно говорю, прочитайте хотя бы одну из книжек. Еще один пункт – гимнастика на глазке. Это упражнение для восстановления работоспособности ваших мышц, поперечных, продольных, которые держат ваш глаз. Если вы начинаете работать, выполните упражнения, ваши мышцы становятся более подвижными. И, соответственно, они могут выполнять эту работу по сдавливанию глаза для наведения резкости, чтобы картинка попала в фокус, на сетчатку. Следующий вещь, который поможет вам восстановить ваши глазки – это пальминг. Растираете ладошки, прикладываете и расслабляетесь. Глазки можно открыть. Подробнее об этом есть тоже в литературе. Помогает через расслабление прийти к нормализации работы глаз. Всякие там колбочки, хренолбочки, мышцы, всякие разные там перетянутые, растянутые. В общем, короче, приходит все в норму. Обязательно практикуйте минимум три раза в день. Рекомендую делать вместе с гимнастикой. То есть, делайте гимнастику для глаз. И после этого делайте пальминг. То есть, это как бы часть общей гимнастики. По поводу самой гимнастики, есть классный на меня видеоролик. Посмотрите обязательно. Там буквально 8 минут. Рассказываются, какие идут упражнения под музыку. Я сижу на этом же диване, если не ошибаюсь. И выполняю эту гимнастику. Можете каждый день ее выполнять по несколько раз. Очень классно восстанавливает. Главное не пропускать. И делать натощак. Далее, массаж. Тоже неочевидные вещи. Если будете просто смотреть ролики по вырубеется в интернете, не найдете упражнения на восстановление зрения через массаж. Это я нашел в литературе. Может быть, какие-то ролики уже появились, давно не смотрел. То есть, вы надавливаете на специальные точки, после чего их размассируете. Сначала массируете брови, потом напереносится, потом сюда. Потом классная вещь, особенно если у вас близорукость. То есть, вы не видите вдали. Тремя пальчиками вот так вот слегка надавливаете на глазки. Не переживайте. Вы не надавите такой силой, что у вас глаз вытечет. Аккуратно, мягкое надавливание. Потому что вот это вытягивание в огурчик, которое рисуют в роликах в интернете, там не такие расстояния. То есть, там буквально чуть-чуть. Мизер такой вот. И просто сделав упражнение, 10 легких надавливаний, вы открываете глазки, особенно если хорошее освещение, вы смотрите, обалдеть. Постепенно выполняя упражнение, и делая вот этот массаж, вы можете очень сильно прогрессировать. Этот массаж я не делал. То есть, я методики узнал, может быть, несколько лет назад, и про массаж ничего не слышал и не делал. Сейчас начал делать, и вижу прогресс. То есть, сильно улучшается. Просто расслабляетесь, делаете. После этого, может быть, у вас опять пальминка. В общем, работает все вместе. Отдельно что-то сделаете, будет не так эффективно. Я поехал на наш юг и провел там 3 месяца. 3 месяца я не надевал очки. Только вечером, когда было нужно что-то сделать, или куда-то поехать, я использовал очки минус 1. У меня зрение минус 3,25. Я надевал минус 1. То есть, чуть-чуть улучшал резкость, для того, чтобы видеть какие-то объекты во время движения по городу. И я заметил, как у меня сильно прогрессировало зрение. Вообще, у меня, в принципе, очень серьезная проблема с правым глазом. У меня не просто мышцы глаза ослаблены, и глаз вытянут в огурчик, поэтому я не вижу вдалеке. У меня еще астигматизм, то есть, перетянута одна мышца. И сейчас выполняю упражнение, делаю гимнастику. То, что я вам сейчас рассказываю. У меня одна мышца расслабилась, осталась только одна перетягивающая. И астигматизм, это когда хрусталик из-за одной перетянутой мышцы находится слегка под углом. Как это выглядит на практике? Вы картинку видите в фокусе и не в фокусе одновременно. И вот эти две картинки, они друг на друга накладываются. То есть, получается такой странный эффект. Вроде бы, как бы резко, но часть, допустим, если это текст, если номер автомобиля, часть номера вы видите четко, а часть номера так слегка размывается. И вот эти две картинки накладываются. Вот это вот четкое проявление астигматизма. Это очень хорошо в моем случае, потому что до этого у меня было полностью все размыто. Было минус 3.25, я ничего не видел, просто муль. Соответственно, сейчас выполняю упражнение. Одна мышца расслабилась, осталась только одна перетянутая, и поэтому этот астигматизм, который вызывает наклон хрусталика, приводит вот к этому состоянию, когда я вижу резко, и в то же самое время вижу размыто. Сейчас я понимаю, что если я продолжаю заниматься, у меня вот эта перетянутая мышца, вот эта астигматическая точка корректируется, мышца расслабляется полностью, и вот эта муть пропадет. Я это прям вижу. С каждым разом все лучше и лучше и лучше. У меня вообще сейчас правый глаз очень сильно вытаскивает. У меня, если вот это минус 1, вот это вот у меня доединиться. Если астигматизм как-то поправляется в течение дня во время тренировок, просто гулять на свету, я за счет правого глаза полностью восстанавливаю зрение. То есть я прям четко все вижу, и у меня прям слезы радости. Это, кстати, тоже очень крутая штука. Мы, такие все, знаете, в современном мире, не привыкли показывать слабину. И нужно плакать. Чем больше вы будете плакать, тем лучше и быстрее будут вычищаться все ваши шлаги, токсины. То есть это естественный процесс вычищения глаз. Поэтому, если вдруг, не знаю, там, что-то случилось, не сдерживайте слезы. Поплачьте, это улучшит ваше зрение. Еще одна вещь, которая классно помогает, это повязка пирата. Тоже раньше об этом информацию не встречал в видеороликах, только в книжках нашел. Значит, детям вешают на глаз повязку, они ходят целыми постоянно, и у них, типа, глаза развивается. Ужасно портит зрение ребенка, если носить постоянно. Но если использовать как для гимнастики, как тренажер, можно здорово помочь ускорить процесс восстановления. То есть вы надеваете ее не на постоянную основу, а на полчаса. Предположим, вы втыкаете в текст какой-то, читаете книжку, либо смотрите какое-то видео, надеваете на полчаса, глаз расслаблен, открыт, и смотрите одним глазом. Он полчаса, за счет того, что он сможет один глаз, он вынужден активнее работать. То есть за счет двух глаз у нас происходит фокусировка проще, и мы одним глазом помогаем другому глазу. Но когда у нас только один глаз, после каждого моргания наш глаз вынужден заново фокусироваться и прилагает гораздо больше усилий, нежели если бы он был вдвоем с другим глазом. Попарно. Поэтому работа одним глазом на полчаса, она очень сильно тренирует эти мышцы, которые держат глаз. И тем самым вы можете ускорить процесс восстановления, укрепления мышц глаза. То есть вы поработали одним глазом, значит полчаса посмотрели, почитали, погуляли, после этого делаете обязательно пальминг, делаете гимнастику, делаете разминание ваших глаз, и после этого надеваете повязку на другой глаз, и точно так же полчаса работаете вашим вторым глазом, и после этого также расслабление, гимнастика, пальминг. И таким образом вы можете ускорить процесс восстановления зрения. И чтение, просмотр могут превратиться не из того, что ухудшает ваше зрение, наоборот могут превратиться в то, что будет сильно улучшать ваше зрение. Вот. Нигде не встречал этой техники. Обязательно попробуйте. Круто. Но не более полчаса за единовременный заход в тренировку. То есть делать больше 30 минут не рекомендуют. Об этом подробнее в литературе, которую я оставил в описании под этим видео. Обязательно прочитайте, прежде использовать какие-то рекомендации. Вообще, что бы вы не решили сделать, обязательно сначала прочитайте то, на что я ссылаюсь. Это очень важно, потому что я мог во время записи видео какой-то важный нюанс не упомянуть, а вы потом наделаете ошибок. Прочитали, разобрались, все поняли и после этого пробуете, как делают нормальные люди все, наверное. Я надеюсь, вы нормальные. Также интересная вещь, которую я нашел в литературе, опять-таки, по восстановлению зрения, информация про Порфирий Иванова. Это очень хороший человек в свое время. Он был очень популярен. И была методика известная закаливания по Порфирию Иванову, то есть обливания холодной водой. Ты там встаешь босиком, несколько раз в день, на утром и вечером, например, руки вверх, значит, желаешь своему организму восстановления, желаешь здоровья себе, своим глазкам. Потом второй раз делаешь то же самое для своих родственников, потом для всех хороших людей. А я еще добавил и делаю такую же аффирмацию на пробуждение сознания вообще всех людей, чтобы ненадисимо от этого плохие или хорошие, все пробуждались, осознавались и становились хорошими. Вот. И после этого ты на себя выливаешь там ведро или таз холодной воды. И вот на этой аффирмации у тебя резко поднимается температура тела из-за охлаждения. Выжигается вообще, кто бы там ни был, как пишут там, паразиты просто не живут при таких там нагрузках резких. Они резко выжигаются и тем самым ты очень хорошо себя оздоравливаешь. Ты начал пробовать и раньше ходил в проруби, купался, но когда это происходит эпизодически раз в неделю, не работает. А вот когда ты на регулярной основе, а еще лучше там не два, а больше раз в день, практикуешь обливание, очень классно. Проснулся утром, встал, ручки поднял, попросил здоровья, аффирмацию запустил, облился, сразу энергия, все, вошел в день на полном ходу. Используйте очки с меньшими детрами. Обязательно. Вот найдите все ваши старые очки, наверняка, как большинство прогрессировали, было там у вас минус 5, минус 4, минус 3. Вот все очки, где соберите и используйте. Я делал так. У меня зрение было минус 3, я использовал очки сначала минус 1, минус полтора у меня были еще очки. Контактные линзы, если ночью ездил на дальние расстояния, у меня были минус 2. То есть все время я видел чуточку хуже, чем мне было бы комфортнее. Тем самым я мышцу позволял, давал нагрузку, она продолжала работать, потому что нужно было фокусироваться. Огромное количество линз минус 3, минус 2, минус 2, минус полтора. Вот сейчас у меня остались линзы минус 1. Не знаю, надевать, не надевать их, либо точно так же раздать, как предыдущие линзы я все пораздывал. Ну, в общем, я думаю, тут все понятно. И последний пункт, который я оставил на сладенькое, это алкояды. По молодости было дело, да, и замечал, замечал, как бы вот нажрешься, набухаешься, и зрение потом хуже. Не в моменте, да, там происходит полное трофеи всего и вся, а уже когда ты протрезвел, и вот замечал, что зрение становилось хуже. То есть я вот эту взаимосвязь еще тогда видел, осознавал, видел хреново. Вот. Но для того, чтобы закрыть вопрос с алкоядами, здесь, я не знаю, в наше время, когда столько информации, посмотрите видеоролики Жданова про алкоголь, Углова почитайте, значит. Но больше всего мне нравится вот серия роликов о Роке Трезвости. Посмотрите эту серию, ссылочку оставлю. Ну и в принципе все. Друзья, я очень рад, что вы досмотрели до конца, а, соответственно, вы, значит, большие молодцы, были дико заинтересованы. Либо у вас личный интерес к плохому зрению, либо вы хотите помочь близким, которые имеют плохое зрение, либо вы хотите сохранить ваше зрение, что делается точно так же посредством той же самой практики, только не с таким напором, да. Плохое зрение делаешь упражнение, начинаешь восстанавливать его. Если зрение более-менее нормальное, бывает, там, вечером хуже видишь, это первый заночек, нужно задуматься о том, чтобы делать какие-то упражнения дополнительные. То есть, как гиена. Моем руки, ходим в баню, то же самое и здесь. Иногда нужно делать упражнение для глаз, для того, чтобы поддерживать их работоспособность, не перенапрягаться. Все-таки современный мир, цивилизация привела к тому, что мы все в помещениях, мы все время уперты в эти гаджеты, и для того, чтобы помочь нашим глазкам, нужна гимнастика. Вот, поэтому не стесняемся, обязательно даем обратную связь. Помним, что распространение информации – это основа основ. Чем больше людей будут об этом знать, тем лучше, тем более здоровое будет общество. Вы представьте себе, я вам сегодня рассказал, что есть некая концепция, которой там 120 лет, и до сих пор ее преподают в вузах медицинских. И сейчас я вам говорю, что есть методика, которая помогает избавиться от очков, операции и вообще, в принципе, забыть про все это. Вы таки это все осознали, сейчас просто, может быть, услышали, потом прочитали информацию, и у вас новый фундамент. Вы понимаете, что огромный пласт людей системно скрывали эту информацию. Это же не просто так, типа, ну вот, мне забыли рассказать. Нет, это искусственное искажение, это намеренно умалчивая информация, важнейшая. И теперь вы это поняли, вы знаете, что есть какая-то уловка, и, возможно, по цепочке вы для себя откроете и другие аспекты. Например, вы не слышали про питание, ничего. Почитаете веганство, вегетарианство, сради, дни и прочее. Допустим, вы не слышали какие-то там аспекты, связанные с экономикой, тоже. Это звоночек. Если соврали в малом, либо в какой-то части чего-то, разумно можно допустить, это супер логично, что могли также соврать, а может быть, еще и больше могли соврать в других областях. Поэтому, если вдруг вы вообще живете в мире, в котором все, как нам рассказывает этот зомбоящик, и сейчас вы вдруг для себя открыли аспект под названием восстановление зрения естественным путем, без операции, и не нужно носить никакие очки, просто гимнастика. Возможно, вы через это выйдете на что-то большее. Мне так было. Я сначала узнал про одно, потом вышел на другое, треть, четвертое, и в итоге вот по цепочке добрался до зрения. Сейчас делюсь с вами. Обязательно поделитесь. Возможно, вы не просто поможете кому-то на основе зрения, а дойдете гораздо больше. Поэтому пишите комментарии, отправляйте это видео, размещайте во всех социальных сях, где вы там не находитесь, в инстаграмах и прочем. Прямо спамьте везде. Пусть этот ролик посмотрит как можно больше людей. Ну и, соответственно, будем жить в новом, более осознанном, счастливом мире. Комфортно другим, комфортно тебе. Так это и работает. Для этого это видео и записываю. Благодарю вас за внимание. Здесь подписка на мой канал, здесь другие видеоролики. Если есть финансовая возможность, можете меня поддержать. В описании есть ссылочка на донат, либо можно просто стать спонсором канала. Короче, все, хорошо болтать. Давайте, пока.